да а подожди стоп они преступник отстреливался от вражески просто видео две недели назад ветеран отвечает на ваш вопрос 102 года две недели назад видос у а ну-ка чтобы отвечаете когда например с кем-то у вас заходит разговор о тех событиях которые были до полномасштабной войны об аннексии крыма когда говорят что вот русские люди пришли на защиту русских людей ну и потом вот этот все про 8 лет бомбили донбасс и такое все что вы отвечаете это миф что крым русский и так далее что русские пришли освобождать крым ведь широкая крым в истории начиналась я как греческая колония потом турки владели крымом борьба война шла между россией и турцией и таким образом крым присоединили к россии считать что ты испокон веков российский нет конечно татары там жили и сейчас они есть крымские татары караимы и другие эти разговоры о том что россия пришла спасать русских в крым это пропаганда это обман никто не угнетал русских в крыму пока крым был под властью украины там свободно жили люди развивался туризм ездили на пляжи знаменитые ялту и так далее была культурная большая среда и общность поэтому там некого было спасать а вот это это провокация устроенная чисто кагибистским способом как зале они завоевали в кавыках крым это гнусность это грязь ведь под а потом под лунами автоматов устроили референдум и конечно много русских жила проголосовали за воссоединение с россией крым наш крым наш это стало ну как бы скрепой на который путин еще больше укрепил своего отбери у него эту скрепу и другие конец путина очень много ездили как лектор по советскому союзу и в россии много где бывали ты куда не приезжаешь за урал и ты видишь нормально а говорят что умер ну опять же каких-то прям подтверждение я тут не вижу если это так печально что ж соболезную вот но человек уже 102 года было поэтому поэтому как-то так так вот рука про современный ленд-лист для украины вот он скажет что это все хуйня какая-то не ленд-лист поддерживаете ли вы передачу ракет дальнего действия таких как атакам с украине на сто процентов поддерживаю почему это надо даже не для того чтобы наносить удары по россии для того чтобы почувствовали поняли те кто в кремле сидит что если они дальше будут вести войну на уничтожение и геноцид украины они получат в ответ удар не меньшей мощи и на своей шкуре поймут вот эти путины и прочая сволочь что такое война я поддерживаю это очень важно должен сказать сейчас идет уже контрнаступление вооруженных сил украины она медленно идет постепенно ожидали что будет мгновенный прорыв нет это не может быть потому что не было еще и нет еще авиации без авиации не может быть вообще выхода на оперативный простор а я еще год назад говорил ребята не каждый вспомнит говорят что я плохо там шарю и так далее а я это говорил год назад еще когда это контрнаступление не началось и вас готовились я говорил без авиации не начнут здесь запись вот без авиации же не начнут какое контрнаступление ребята успокойтесь я начну ну вот и шо бля ты тоже дед два деда бля я говорю что нет смысла начинать без авиации что такое какая-то я человек военный я понимаю это для того чтобы выйти на оперативный простор надо уничтожить в глубоком тылу центры и оружие и соотношение резервов и всего остального и за иметь возможность достать в глубоком тылу эти заводы которые производят эти всякие сейчас дроны и прочее прочее и так далее это важно это необходимо я надеюсь что это будет не сегодня так завтра или послезавтра григорий тимофеев еще пока не забыл хотел спросить еще вот что так же многие комментаторы писали что да как он мог типа служить покрышкиным в одном Так, ладно, какой покрышкин, блядь. Я комментарий читаю, тут Z-ники, чтобы я не знаю, они налетели на деда. Или еще где? Ну и... Мне просто сказали, почитай комменты там Зетники, но... Где? Я не вижу Ни одной новости о том, что он умер Не знаю, в комментах пишут, блядь Откуда у людей эта информация, пиздец? Ого Старый бандеровец Написал чел Блядь, пиздец Два лайка на комментарий В принципе, это пока что все, что я тут вижу Чел максимум, что смог себя выдавить Это вот эти два слова Старый бандеровец Ок Окей Окей Григория Тимофеевича Вместе с автором Залживый язык манипуляции Назвать бы нехорошими русскими словами Не был командарм Потапа в сталинских лагерях никогда Освобожден из плена И продолжил службу в редакции советской армии И про ужасы нацистского плена он говорил Но как изящно у автора ролика все сшито Понятно Я не в курсе, о чем речь Не, ну тут мало каких-то таких злых комментариев Поэтому Ветеран уважения, но он отстал от жизни Повторить придется Никуда от этого не уйти Запад снова скалит зубы на Россию Натравил Украину и поддерживает Укро нацистов Бандера и Рой Словно буква М На Геляку И Запад это спонсирует Не повторить Значит исчезнуть Блядь, пиздец И бать шизики Я в ахуе В ахуе Это пиздец Запад снова скалит зубы на Россию Ну да, ну да Западу так скучно Им делать нехуй сеть Скалит зубы на Россию Зачем ты, блядь Там и Свои, скажем так При власти Хорошо справляются И делают все для того, чтобы Россия Скажем так, ну Ну, скажем так Рухну В Америке здесь даже делать ничего не надо Ну серьезно Достаточно проследить и наблюдать Как эти уебаны сидящие там в России У власти воруют Друг у друга, блядь Свои же вот эти ресурсы Не дают людям жить нормально И все Нахуя Че-то Америке делать Ну реально Я вот этого не понимаю Хал Хес Открой сообщество В этого ютуб-канала Который вопросы задавал деду Сегодня не стало Моего хорошего друга Ветерана Второй мировой войны Григория Тимофеевича Файна Ему было 102 года Я счастлив, что судьба Познакомила нас Очень жаль, что пообщаться Удалось так мало Блядь, ну печально тогда На, как-то так совпало Даже непонятно, блин Ну ладно, че Пи...